Здравствуйте! Вы смотрите дайджест новостей, произошедших в Сорилецке. Начнем выпуск с региональных новостей. 9 апреля Терриэл Мулухов, один из самых влиятельных криминальных авторитетов России, известный как Таро, досрочно освободился из колонии строгого режима «Черный дельфин». Однако после освобождения его сразу же арестовали на 40 дней, так как у Терриэл не оказалось российского гражданства и он имеет непогашенную судимость. Более того, Таро объявлен в международный розыск испанскими правоохранителями. Преступника в 2010 году приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение бизнесмена для получения выкупа. В его банду входили граждане Испании, России, Грузии, Украины. Заключением Таро было заблокировано более 800 банковских счетов. Срок его тюремного заключения должен был закончиться в июне 2019 года. Сотрудники клуба «Досуга» и творчества «Горняк» провели открытый урок для дошкольников, посвященный 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Детский возраст здесь 3-5 лет. Еще знают, что такое космос, они все это понимают. Но личность Юрия Гагарина пока для них очень странная. Как вы думаете, что такое космос? Это космос. Да. Так, еще что? Да. Да, отлично. Еще. Метеорит. 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 К баронированию земли приступили также в Акбулакском, Ильекском, Беляевском, Оренбургском, Саракташском районе. Общая площадь посева составит 4 миллиона 200 тысяч гектар. На сегодняшний день закрытие влаги произведено на площади 7 тысяч гектаров. Это менее 1%. Всего площадь баронирования составит 2 миллиона 730 тысяч. Задействовано 109 единиц техники. Площадь ярового сева в области составит 3 миллиона 190 тысяч гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых – 2 миллиона тысяч гектаров. С 12 апреля по 31 мая на территории Солилецкого городского округа будут проводить работы по уборке и благоустройству территорий с участием организаций и горожан. Субботники пройдут 12, 19, 26 апреля и 17, 24, 31 мая. Ответственным за проведение мероприятий назначен Вячеслав Довкин, заместитель главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ. Во время проведения месячника твердые бытовые отходы будут принимать бесплатно по зеленым талонам на полигоне. Получить их можно в управлении городского хозяйства по адресу улица Цвилинга, 66. Номер телефона у вас на экране. В Солилецкой детской школе искусств прошел отчетный концерт воспитанников фортепианного отделения. Молодые исполнители продемонстрировали родителям и гостям свои навыки игры на музыкальном инструменте. Учреждение реализует дополнительные профессиональные программы в области искусств, в том числе дополнительные общеразвивающие программы по различным направлениям. Обучиться игре на фортепиано в этой школе может любой ребенок в возрасте с 6,5 до 18 лет. Концерт был посвящен произведениям Петра Чайковского. На сцене прозвучали 12 пьес из детского альбома. Я считаю, что на произведениях классиков, таких как Петр Ильич Чайковский, нужно учиться именно хорошему вкусу. Концерт мне вообще понравился, я довольна всем, мне все дети понравились, все стараются. У меня дочь сама учится уже третий год, ей очень нравится. Она вот прям с очень большим желанием, рвением занимается. За годы существования детской школы искусств было выпущено более полторы тысячи воспитанников. Многие выпускники выбрали для себя профессиональную стезю. Валерия Шарова, Надежда Дашина, Евгений Юрков, городской телеканал ЮТВ На этом я прощаюсь, вы смотрели дайджест новостей от ЮТВ. Узнавайте о событиях вашего города и области на сайте utv.ru А лучше делитесь своими новостями, сообщайте о них менеджерам в офисе продаж компании Уфанет в Сорилецке, пишите в комментариях в нашей группе ВКонтакте или по телефону 430045. Субтитры подогнал «Симон»!